Джильзи Лопес Перес – главный руководитель комплексных исследований государственной нефтяной компании Венесуэлы. В рамках программы «Монополярного мира» и «Стратегического партнерства» их компания выполняет ряд контрактов. Один из них – создание и построение в Венесуэле подземных хранилищ газа. Этими навыками и желает овладеть гости из-за рубежа. Пройти обучение в Ухтинском вузе ей посоветовали представители компании «Газпром». С самого начала вуз впечатляет, эмоции очень положительные. Конечно, я еще многого не знаю, но для этого нужно более глубокое ознакомление со всем университетом. 23 мая гости из Венесуэлы прогуливались по вузу. Редактор университетской телестудии любезно рассказала, как работает корпоративная телевизия и его основные направления деятельности. Немногим позже госпожу студентку в своем кабинете принял ректор. Они обсудили дальнейшее сотрудничество и обменялись сувенирами. Не тяжелый, это я думаю, что... Но из Канпеса... Да, это я думаю, что это... Да, это не тяжелый. Он не тяжелый. А по компании КДВС ГАЗ... Ого. Уже 24 мая она сдала первый экзамен, подтвердив кандидатский минимум по английскому языку. Учиться женщина будет самостоятельно. Следующую степень приедет получать через год. Ее научный руководитель, председатель компании «Газпром», профессор из Московского института экономики и организации управления в газовой промышленности. Те работы, которые сейчас мы выполняем по подземному хранилищу, они требуют новых подходов. И, естественно, если мы, сделав данный проект, оставим Ленисуэлу без специалистов, то они не смогут просто дальше продолжать работу. Поэтому мы вынуждены уже готовить кадры, чем кадры требуются высшей квалификации. По словам профессора, преимущество Ухтинского университета – это близость к производству. Данный аспект сыграл немалую роль при выборе вуза гостей из Латинской Америки. Возможно, в скором времени к нам на обучение приедет еще один специалист, который будет изучать магистральную транспортировку газа. Кристина Калягина, Дмитрий Гончаров, Планета новостей.